Слушайте, побывал на митинге Алексея Анатольевича Навального, много интересного для себя вынес. Разные впечатления остались, в том числе и некое разочарование, но главное, что засело вот здесь, можно охарактеризовать словами из песни Вася Обломова, наверное. Бесконечная фейсия верёвочка, и счастливой не будет концовочка, это многоходочка. Сейчас расскажу, это реальная журналистика, сегодня выпуск будет в непривычном формате, поехали. Сразу скажу, мужик очень харизматичный, говорит, заслушаешься, публика его любит, и это бесполезно отрицать, что бы там ни говорили пропагандисты, особенно молодёжи, он очень нравится. Спасибо огромное, что пришли сюда. Я не боюсь, а вы? Отлично! Я рад, что участвую в избирательной кампании, где люди не боятся. В одном регионе тратят на подсветку деревьев 12 миллиардов рублей, а в другом регионе, в центре города, стоят облупленные здания. Но нельзя тянуть всё в один регион, должно же что-то остаться и здесь. Это невозможно в стране, которая на первом месте по продаже нефти в мире. На первом месте по продаже газа в мире были такие зарплаты. Я придам их честному суду, потому что они не просто украли обстоятельные миллиарды или миллионы, они украли наше будущее. Правда, пропагандисты и тут приврать умудрились, мол, навстречу пришло всего ничего народу. Где-то в СМИ я потом видел цифры в полторы тысячи пришедших, во всяком случае такие данные приводились. Но вы можете сами увидеть, что людей собралось явно несколько больше, впрочем, чему удивляться. Позабавило и другое, когда во время митинга в интернет-изданиях начали появляться статьи с броскими названиями «Навальный пустозвон», «Навальный сказочник» и «Популист». Несмотря на то, что Навальный регулярно заявляет о том, что надо восстановить свободу слова, утраченную в период правления Путина, организаторы митинга сделали все, чтобы нашей съемочной группе было неудобно работать на этом мероприятии. Видимо, не понравились сюжеты, которые мы делаем про них. Сотрудники полиции исправно выполняли сироиспоряжение хозяев. Ой, простите, организаторов митинга. Вашу аккредитацию попрошу. В смысле, нашу аккредитацию? У нас федеральный телеканал. На каком причине они не аккредитовали, две заявки посылались? Это не ко мне вопрос. Ну-ка, а вы почему подошли? Мы вопросы не задаем, вы вам не задаете больно. Молодые люди, попрошу паркинную площадку. Подождите, мы с председателем все поговорим, выясним причину отказа федерального телеканала, нарушение закона о СМИ. Молодой человек, попрошу паркинную площадку. Представьтесь, пожалуйста, будем выяснять через пресс-службу, кто вы и на каком основании вы сейчас к нам подошли. Мы выясняем с пресс-секретарем, почему не произошла аккредитация, почему нас не допускают пресс-зоны. Все вопросы будут после. Сейчас попрошу паркинную площадку. Все так, но для меня, например, в этом нет ничего удивительного. Любой политик, сказочник и популист, если он не идиот и действительно хочет оставаться в политике долгое время, то он будет говорить людям то, что хотят от него услышать. Че он вам правду скажет? Мол, я иду на выборы, потому что хочу власти и немного заработать на старость. Кто его поддержит после этого? А красивые росказни дают очки. Короче, господа, проснитесь. Идейные там не выживают, причем не только в России. Отдельной строкой хочу затронуть тему безобразной организации мероприятия. Просто я наконец увидел это дело изнутри и в очередной раз убедился, что команда Алексея Анатольевича непрофессионально ленивая. И вообще, это люди, которые почему-то себя уже новой элиткой назначили, этаким кружком по интересам и людям этим нафиг ничего не надо и так рассказываю. Когда неделю назад я узнал, что Навальный едет на Урал, я, конечно же, попытался связаться с их штабом, аккредитоваться и, может быть, даже договориться об интервью. И вот тут начались мои мытарства. Три дня, я не шучу, я искал хоть какие-нибудь контакты штабов, причем любых. Все, что мне удалось нарыть в общем доступе, это пара телефонов, которые, в принципе, никто не берет. Звонишь, привет, это Навальный, сейчас вам кто-нибудь ответит. Затем секунд 30 ты слушаешь дурацкую музыку и связь обрывается. Три дня я пытался дозвониться, плюнул. Пытался стучаться к ним в соцсети на официальном сайте. Есть ссылки ни ответа, ни привета. Я несколько десятков писем разослал и ничего. Вот вы знаете, эти ребята постоянно говорят, у нас столько-то там сотен тысяч волонтеров по всей стране. У меня нет такого количества волонтеров, но вы все в курсе, что я обязательно стараюсь отвечать на ваши сообщения, реагировать на ваши просьбы. Это не просто, писем приходит очень много, но я это делаю. А тут тысячи волонтеров, нельзя какую-то часть из них посадить, модерировать в соцсети хотя бы. Но люди же пишут, зачем-то обращаются к вам. Это элементарно, неуважительно даже. В конце концов, я вспомнил, что был у меня знакомый человечек в московском штабе, попытался связаться с этим человечком. Телефона, впрочем, он мне тоже не дал. Прислали какую-то электронную почту для пресс-секретаря, некоего Руслана, которому я до этого писал безуспешно. После того, как я связался со своим знакомым, Руслан мне все-таки ответил, вот это письмо. Да, конечно, приходите к такому-то времени на площадь, вас проводят в зону для прессы, после митинга будет подход к журналистам, вы сможете задать свои вопросы. Ура! Да, а вот теперь я вам покажу, что же мне в конце концов сказал этот Руслан, когда мы приехали на место. Руслан Шерединов, кто? Руслан Шерединов, а что? Да, где же с ним пообщаться? Да. Это кто вообще? Вот, Руслан, а кто вы? Реальная журналистика Крик ТВ. История! Охот! Руслан. Нет. Нет, 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 нет. Руслан, брандак войдет. Здравствуйте. Спасибо большое. Руслан. Да. Я с вами списывал, с реальной журналисткой. Я понимаю, но вы присутствуетесь на митинге, что еще? А почему мы не можем пройти? Удачи, у нас здесь участники митинга, простите. Там нет места в призоне, стойте рядом. Спасибо большое. Именно. Извините, до свидания, вам тут не очень рады. Слушайте, за каким вы нас позвали? Чтобы послать? Я время свое потратил. Я в свой выходной день поперся на этот митинг, кучу людей подорвал, а вы взяли и наплевали на это самое мое и их время. А время, между прочим, это самое дорогое, что есть у человека. Ну, недаром же существует поговорка «время – деньги». Ну, почему у нас так? Сказал бы сразу, Навальный общается только со своими, я бы и дергаться не стал. А тут я с того митинга шел как оплеванный. При этом Алексей Анатольевич везде говорит, нас не пускают в эфир. Вот, пожалуйста, вам предложили. Не первый канал, конечно, но тем не менее. Канал «Крик», на который пытались вас пригласить, вещает в 45 регионах России. Ну, вы даже слушать ничего не захотели. Я не о себе сейчас пекусь. Повторюсь, я целую бригаду с выходных выдернул и выглядел потом как дурак перед этими людьми. Ладно, переходим дальше. А вот это реально заставило задуматься. Знаете, что там за своя пресса, которые представители штаба Навального везде за собой таскают? Внимание! Немецкая волна, BBC, Евроньюз и бла-бла-бла. Вам не кажется это странным? Зачем кандидату в президенты России таскать за собой немецкую волну, вещающую в Германии? Ты же на пост президента нашей страны претендуешь, и для тебя должно быть важно, чтобы именно россияне за твоими телодвижениями следили. Кто-то мне может возразить, ну у нас и эти каналы показывают. Показывают, но в кабеле и на спутниках, и то не на всех, эти каналы видят очень небольшое число наших соотечественников. Хотите пример? Вот я когда-то работал на RTVI. Кое-где в России он тоже транслируется, но в том-то и дело, что кое-где. Так вот, мне часто говорили тогда политики и федеральные, и местные, Саш. А на черта нам светиться на канале, который показывает бог знает где, да, на меня посмотрят американцы, израильтяне, немцы. Но мои избиратели этого не увидят, зачем? Здесь возникает тот же вопрос, для чего таскать за собой иностранных журналистов, а с российскими даже не пытаться налаживать отношения? Вывод напрашивается только один, чтобы о тебе говорили на Западе, а здесь не обязательно, чтобы там видели, как тебя зажимают, как проходу не дают. Я очень хочу ошибиться, но вы знаете, меня тем не менее посетила такая вот мысль во время этого митинга, что никакая это не избирательная кампания, а очередная многоходовочка в рамках информационной войны, которая уже не первый год ведется между Россией и Западом. Повторюсь, я хочу ошибиться, мне импонирует Навальный, но... Ладно, это была реальная журналистика сегодня, вот так, надеюсь, особо никого не расстроил. Подписывайтесь на канал, ссылка сверху, в соцсети ко мне заглядывайте.